Здравствуйте! Вы смотрите новости Стальной Магистрали. Меня зовут Дмитрий Казутин и в ближайшие минуты обзор наиболее важных и заметных событий последних дней. Сегодня в выпуске. Почет и уважение. Белорусская железная дорога наградила лучших работников. Признание на государственном уровне. Два предприятия Магистрали стали лауреатами премии правительства за достижения в области качества. Едем с выгодой. Снижены тарифы на проезд в поездах в российском направлении. Скорость и перспективы. В Бресте прошло тестирование переводного устройства для автоматического изменения ширины колеи пассажирских поездов. Железнодорожники достойно выступили на первом этапе спартакиады Министерства транспорта и коммуникации Беларуси. Золотой фонд Магистрали. В Минске состоялось награждение победителей дорожных конкурсов лучшей по профессии на железнодорожном транспорте. В течение года на отделениях дороги проходили этапы и финалы профессиональных состязаний. В зале столичного дворца культуры и спорта железнодорожников собрались представители более 100 профессий и специальностей, признанные лучшими в своем деле. Награды победителям вручил начальник Белорусской железной дороги. Владимир Морозов поблагодарил железнодорожников за вклад, который каждый из них вносит на благо развития и стабильной работы предприятия. У нас всегда отличалась сплоченность, у нас всегда отличалась и устремленность. Самое важное достижение основной нашей цели – это безопасное передвижение пассажиров, это качественная услуга для пассажиров, это временное предоставление. Огромное спасибо за ваш труд, за ваши знания, за ваши успехи. Я желаю вам оставаться такими же лучшими, как на своем рабочем месте, вовлекать и позиционировать, и быть действительно такими маяками на своей профессии. Отметили на самом высоком уровне. Два предприятия-магистрали стали лауреатами премии правительства за значительные достижения в области качества в 2014 году. Среди 14 представителей различных отраслей престижной премией удостоились Витебское вагонное депо и предприятие Дорводоканал. Конкурс на соискание премии правительства за достижения в области качества проводится с 1999 года. Главными критериями участия в нем является достижение значительных результатов в области обеспечения качества и конкурентоспособности выпусками продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг, расширение рынков сбыта, использование прогрессивных методов менеджмента и современных технологий, удовлетворение запросов потребителей. На встречу к пассажирам. Белорусская железная дорога совместно с ОАО РЖД значительно снизили тарифы на проезд в поездах в российском направлении. Сейчас поезда в сообщении «Беларусь-Россия» составляют около 70% международных перевозок белорусской железной дороги. В ходе переговоров была достигнута договоренность о снижении тарифов. Радикальные меры направлены на привлечение пассажиров и повышение конкурентоспособности услуги. С учетом уже имеющихся тарифных планов и скидок, которые мы наработали в прошлом году, опять же с российскими железнодорожниками, снижение стоимости проезда составит до 50% практически по всем категориям вагонов. В зависимости от дальности поездки и различных тарифных планов, скидки будут достигать подобных размеров. Напомним, сэкономить при покупке билетов, как и прежде, можно с помощью специальных тарифных программ для пассажиров. Они учитывают дату продажи проездного документа, выбор места в салоне, оплату проезда сразу туда и обратно и другие виды в год. Подробнее с условиями применения скидок можно ознакомиться на официальном сайте Белорусской железной дороги в разделе «Услуги пассажирам». Помимо скидок в борьбе за пассажира используют и новые технологии для увеличения скорости и сокращения времени в пути. Так наши восточные соседи сейчас готовятся запустить через Беларусь скорый поезд «Москва-Берлин» с автоматически изменяемой шириной колеи. В Бресте на стыке двух железнодорожных систем белорусской железной дорогой смонтировано специальное переводное устройство. Подробнее о совместном проекте в следующем сюжете. Главная особенность нового состава – автоматический перевод с колеи 1520 мм на европейские 1435. Это дает серьезный выигрыш по времени при пересечении границы – менее 30 минут против двух часов. Через само переводное устройство состав проходит всего за минуту. Остальное время занимает пограничные и таможенные операции. В Бресте прошло совещание по вопросам эксплуатации переводного устройства и презентации поезда «Тальга». Для согласования технических, технологических и правовых вопросов по встрече приняли участие все заинтересованные стороны – железнодорожники из Беларуси, России, Польши, компания-производитель, а также представители пограничных и таможенных служб. На стадии обсуждения важно было учесть все нюансы, чтобы потом не терять ни минуты. Очень много вопросов. Но все вопросы, которые задавали, в том числе, нам очень важно было послушать, именно таможенные пограничные службы и польской стороны, значит, все вопросы, в принципе, решаемы. На это только требуется время, воля руководителей, всех, которые отвечают за данные процедуры. Полное понимание как между железнодорожниками, так и между пограничными и таможенными органами, потому что здесь необходимо сократить также время на контрольную проверку пассажиров в пути следования. Новый подвижной состав представили пограничникам и таможенникам. Также состоялось тестирование переводного устройства, которое белорусская железная дорога установила на станции Брест. Чтобы подтвердить надежность системы, состав перевеличили из устройства 500 раз. В том, что касается самого поезда, компания-производитель продолжает сертификационные испытания в Европе и России. Это серьезная обширная программа, на которую мы уже потратили более полугода и нам осталось еще 4 месяца. Параллельно проводятся испытания в России на получение российского сертификата для этого поезда. Ориентировочно в середине или в конце лета поезда для сообщения Москва-Берлин будут иметь российские и европейские сертификаты. К новостям спортивной жизни. Сборная команды белорусской железной дороги одержала победу на зимнем этапе отраслевой спорта Киада Минтрансом. В программе зимнего этапа отраслевых соревнований было представлено 5 видов спорта. Бильярд, волейбол, гиревой спорт, настольный теннис и шахматы. Железнодорожники стали первыми во всех дисциплинах, кроме бильярда. Волейболисты магистрали в упорной борьбе одержали победу над сборной Организации дорожного хозяйства со счетом по матчам 2-1. Не было равных и нашим гиревикам. По итогу общекомандное первое место досталось железнодорожникам. Продолжается подготовка к крупнейшему спортивному событию года. С 10 по 17 июня Белорусская железная дорога будет принимать чемпионат Международного спортивного союза железнодорожников по волейболу. Наши спортсмены готовятся достойно представить Белорусскую магистраль, пока проходят стыковые матчи. Сборную команду дороги сформируют по результатам турниров, которые проходят на каждом из отделений. Так, в Могилеве состоялся открытый международный турнир по волейболу, приуроченный к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Первое место на нем заняла команда Гомельского вагоностроительного завода. И на сегодня это все. Болейте за наших. До встречи и счастливых путей!